В эфире телеканал Овидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Итоги и задачи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям. Те 10 миллионов или 10 с половиной, которые живут здесь, нуждаются в постоянном диалоге. Омикрон наступает. Врачи неотложной помощи. В РКБ перешли на особый режим работы. Наша основная задача – оказать пациенту помощь в любой ситуации. Я гражданин России. Шестеро ребят получили свои первые паспорта. Я был очень рад и ждал вот этого момента, когда настанет этот день, когда я смогу прийти сюда и получить паспорт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Оно стало десятым по счету. В нем глава региона подвел итоги прошедшего года и наметил основные направления работы областного правительства и руководства муниципалитетов в ближайшей перспективе. В Доме правительства Московской области, чтобы послушать обращение губернатора, собрались депутаты регионального и федерального собраний, представители подмосковного правительства, главы муниципалитетов. В своем выступлении Андрей Воробьев обратил внимание собравшихся на глобальные изменения, которые постоянно происходят в регионе. Наша Подмосковья, наша территория очень активно развивается. Есть данные регистрации Министерства внутренних дел, есть перепись населения, есть просто реалии, в которых мы живем и прекрасно понимаем, что те 10 миллионов или 10,5, которые живут здесь, нуждаются в постоянном диалоге, в постоянных коммуникациях. Говоря о пенсионерах, Андрей Воробьев поручил организовать дополнительные региональные выплаты отдельным категориям пожилых людей. Президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. Мы со своей стороны должны позаботиться о тем, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тысячи человек и доплату мы им сделаем до 17 тысяч рублей. Отчитываясь о проделанной работе в области медицины, Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в прошлом году было открыто 9 новых поликлиник. Кроме того, модернизировано 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Еще 23 объекта в 2022 году, 8 поликлиник в Реутове уже одну открыли, еще одна будет в этом году, 3 в Мытищах, Коломне, Домодедово, Балашихи. Также дополнительно строим 3 станции скорой помощи. Солнечногорск, Видная, Кашир. Поднимая тему образования, Андрей Воробьев призвал активнее работать над созданием новых учебных заведений. Порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп мы будем держать дальше. Наши возможности, финансовые возможности позволяют строить большое количество школ. В этом году мы, как я уже сказал, откроем 20 новых школ и 23 детских садов. Говоря о развитии дорожной инфраструктуры, губернатор отметил важность работы в этом направлении. Благодаря поддержке президента, совместно с правительством мы реализуем конституционные дороги и Пироговка, вы знаете, Мытищинский, Дмитровка-Серославка и Юла, которая реализуется, Латкарина, Ленинский район, Юла называется. И другие, дублер Егорьевского шоссе сейчас находится в работе. Все это очень важные дороги. Часть выступления Андрея Воробьева была посвящена теме ЖКХ. Среди приоритетных направлений работы – социальная газификация, увеличение парковок, стройка очистных сооружений, внедрение новейших технологий. Что беспокоит каждого человека, когда он говорит о ЖКХ? Платежка. В платежке должно быть все прозрачно, все понятно. Вы знаете, что мы ведем такое, спасибо правоохранительному блоку, тоже помогают нам в этом очень активно. Это понятная прозрачная платежка. У тебя не должно быть сомнений, что все, что там начислено, соответствует тому, что ты потребляешь. В конце выступления Андрей Воробьев обратился к собравшимся со словами благодарности. В завершение хотел и поблагодарить наших жителей, которые активны, которые нас всегда заставляют думать о главном, не позволять накапливаться проблеме. Я хочу поблагодарить глав, считаю, что, и хочу выделить, что их работа является очень сложной, очень интересной и очень благодарной. Комментируя обращение губернатора, глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил, что в нашем муниципалитете предстоит решить немало важных задач. Я сегодня насчитал упоминание Ленинского округа, видного более десятка раз на слайдах, кому-либо, в тексте. Отрадно, что это было и уже реализованный проект. Но еще важнее это то, что предстоит сделать в году 2022. Здесь большое количество локаций. Это и подстанция скорой медицинской помощи в городе видно. Это реконструкция Володарского шея, что для нас вообще является одним из больших вопросов, одним из главнейших вопросов. Это ввод социальных объектов, сады, школы, которые тоже у нас запланированы. Большое количество задач, это значит, что работ будет много, значит, год будет интересным. Подробно о том, что было сделано в муниципалитете и о планах на будущее, глава округа расскажет в ежегодном отчете, который состоится совсем скоро. Максим Козлов, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Новая волна коронавируса и медики снова перешли на особый режим работы. До 30 вызовов в день приходится на каждого врача неотложной помощи в РКБ. Доктора спешат по адресам, не зная усталости и понимая, что они нужны здесь и сейчас. С одной из бригад выехала наша съемочная группа. Раннее утро, а на диспетчерский пункт отделения неотложной помощи уже поступило несколько десятков вызовов. Самое большое у нас было, по-моему, в понедельник. Да, 311 было в понедельник. А врачей сколько было в тот день? 8 человек. 8 человек на 300 вызовов? На 300 вызовов. Всех успели? Ну, практически всех. Наша средняя нагрузка – это 250-280 вызовов в день. Ирина Ряполова в неотложке больше 10 лет. Второй год в Ленинском округе. Утром из Молокова, где живет, спешит на работу в Видное, чтобы, собрав медицинскую сумку, отправиться по вызовам. В сумке все необходимое – маски, бахилы, тесты на коронавирус, лекарства. Пока едем по первому адресу, есть возможность пообщаться. Наша основная задача – оказать пациенту помощь в любой ситуации, с каким бы заболеванием он не вызвал. Оказать помощь в течение трех дней, чтобы он смог уже потом дальше самостоятельно посетить поликлинику. Бывают и сложные случаи, когда требуется госпитализация и экстренная помощь. Поэтому, когда мы едем на вызов, мы никогда не знаем, что нас там ждет. Андрей Соловьев не ожидал, что доктор приедет так скоро. Температура поднялась минувшим вечером, к утру пришлось выпить жаропонижающее. Все это он рассказал врачу. После осмотра Ирина Сергеевна взяла ПЦР и экспресс-тест. Первый показал – коронавируса нет. Мужчина с облегчением выдохнул. Ведь пока он прививку не делал. Сейчас попозже сделаю прививку. Сейчас просто врач, у которого наблюдаюсь, сказал, что это нежелательно. Но планируете делать? Да, а что, мучиться так. Я говорю, это хорошо сейчас. Я говорю, а то сидел весь на нервах еще. Может, температура поэтому такая. Лечиться будете? Конечно, сейчас я попрошу соседа, пусть ходит, потому что сам я никуда не пойду. Выписано назначение, даны рекомендации. Едем дальше. На вопрос, как удается оставаться позитивной, с такой непростой работой, отвечает с улыбкой. Помогает хобби. Времени мало, но у меня, наверное, хобби вкусно накормить семью. В редкие минуты, когда я бываю дома, когда есть время, хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, необычное. Это отдых, да, это смена деятельности. А у нас следующий адрес. И снова доктора ждут с нетерпением. У Татьяны второй день, высокая температура. Давно, говорит, так не болела. Хотя и привита. В районе 9 часов мы сделали вызов на 112. Быстро и ответили быстро. И доктор рассказал, что делать, какие лекарства принимать. И вот сейчас уже приехали. Экспресс-тест показал положительный результат. И доктор назначает уже иную схему лечения. Все данные о пациенте передадут в поликлинику врачи, которые будут дальше контролировать состояние больной. И через 10-14 дней домой вновь придут для взятия анализа. А наш доктор едет дальше. Время начало 11-го. И впереди еще долгий рабочий день. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском округе стартовала прививочная кампания подростков от коронавируса. Вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК-М поступила в необходимом количестве. Иммунизация проводится в четырех стационарных пунктах. В детской поликлинике побывала наш корреспондент Галина Житкова. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет теперь тоже могут привиться от опасной коронавирусной инфекции. В векторную вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК-М уже начали делать ребятам, чьи родители дали свое согласие на проведение этой процедуры. В федеральном законе прописано, что дети с 12 до 14 лет, до 15, до 15, до 8, до 14, до 9 месяцев дают только законные представители, подписывают информированные согласия. С 15 уже до 17 лет может даже уже подросток подписать информированные согласия. В подростковой прививочной кампании, кроме пункта информированного согласия, все так же, как у взрослых. Сначала осмотр врачом-педиатром, измерение сатурации и давления, а уже потом, при нормальном уровне всех показателей, введение вакцины. На следующий день мы всех обзваниваем, узнаем их самочувствие. Вот из тех, скажем, 18 детей, которые мы сделали, у нас у двоих детей боль в руке, не сильная, и у одного ребенка температура 37,3. А остальные все дети чувствуют себя хорошо. В семье главного редактора нашего телеканала Татьяны Брыловой трое детей, двое из них подростки. Наташа и Петя стали одними из первых ребят, кто получил мощную защиту организма от COVID-19. Сейчас такой возраст, когда они не особо-то желают вообще делать прививки или еще что-то, да, и пришлось немножко поговорить с ними, но, в общем-то, они отнеслись достаточно нормально к этому, и я считаю, что они в своих классах, возможно, станут первыми, кто сделал прививки. Будет такой пример для других. Сейчас врачи вместе с учителями ведут активную работу с родителями в школах, для того, чтобы мобильные медицинские бригады могли привить как можно больше подростков. Новый штамм очень быстро распространяется. Поступает порядка трех с половиной тысяч вызовов ежедневно. Болеют целыми семьями. Нужно делать вакцинацию, потому что протекает она так же коронавирусная инфекция, как и у взрослых. Если мы говорили в 2020 году бессимптомно, да, детки переносили, то на сегодняшний момент нет. Они также болеют. Кто-то в легкой степени в виде РВИ, кто-то уже более тяжелый, средней тяжести, где пневмония. И таких более тяжелых детишек мы госпитализируем. Стационарные пункты вакцинации подростков находятся в детской и южной поликлиниках. Амбулаториях совхоза имени Ленина и Молоковской. Прививочные кабинеты работают в будние дни до 20, а в выходные – до 14 часов. В администрации Ленинского округа прошло торжественное вручение первых паспортов юным жителям муниципалитета. Слово Натальи Буслаевой. Вручение паспорта – это знаменательное событие для юных жителей муниципалитета. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова поздравила шестерых ребят с получением своего самого главного документа. Это документ, который вот буквально так сегодня в одночасье, вот так вот быстро даст вам возможность и право считать себя полноправным, взрослым человеком, гражданином Российской Федерации. Многие ребята признались, что с трепетом и волнением ждали этого момента. Я был очень рад и ждал вот этого момента, когда настанет этот день, когда я смогу прийти сюда и получить паспорт. Это очень тревожно и все равно как бы это не останется без каких-то особых эмоций. Это, конечно, важный день для меня будет. И мне очень приятно, что я побывала в такой более торжественной атмосфере, нежели чем просто приехать и забрать его. То есть очень приятно, особенно подарочки такие. Родители пришли поддержать своих детей. Ведь для подростков это большое событие. И этот день они запомнят на всю жизнь. Как у любой мамы не верится. И вообще, конечно, я в шоке, потому что кажется, что только что ребенок родился, а вот он уже взрослый и со своим документом. Это волнительно. У нас планы на будущее такие, что стать врачом. Врач-дерматолог. Она пока что придерживается этих планов строго. И вот мы у нас уклонны на то, чтобы химия, вот предметы, очень важные химия. Все, и мы пока идем в этом направлении. Для нас это очень важно. Получение главного документа. Гражданин Российской Федерации определяет не только права, но и возлагает обязанности. Елизавета Носова рассказала, что паспорт даст возможность устроиться на работу во время летних каникул. Сейчас у меня появилась возможность найти работу, чтобы там летом подзарабатывать. Стоит отметить, что торжественные вручения паспортов в муниципалитете проходят с 2019 года. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. На этом наш выпуск завершается. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!